Морковка. Морковка лучше, чем шоколадка. Друзья, всем привет! Приглашаю вас к себе в гости на дачу. Хочу вместе с вами приготовить сегодня плов. Как приготовить плов расскажу позже. Ну что, друзья, привет! Всех с майскими праздниками. У нас сегодня 2 мая. Мы с детьми находимся сейчас на даче и решили лично для вас приготовить наш плов. Вот, будем готовить плов. Нарезали морковочки. Смотрите, сколько. С морковочкой, с лучком, с свининкой. И будем в казане на огне готовить плов специально для вас. Ребята, по поводу риса. Я его всегда мою в пяти водах. Сейчас покажу вам. Рис высыхает. И обязательно нужно его будет помыть в нескольких водах. В отводах. Потому что в нем очень много всякой гадости. Хоть оно написано, что он чистый, но нет. Сбираете его. Воду опять набираете, моете. Вот с ними сок тут. Вот видите, вода белая. Это вот второй раз. Я промываю вот этот белый налет. Если вы не уберете, то и плохо у вас будет такой же. Вот третий раз. Смотрите, вода все равно белая. Так что мойте чаще. Ну что мы. Мясо порезали. Морковку порезал. Лучка порезал. Давайте вас на свою кухню приведу. В основном на огне готовлю всегда я. Но это я уже показывал. Здесь вот можете пройти по ссылочке. Посмотреть, когда я здесь готовил плов. На данный момент, смотрите, все у меня готово. Лучок, морковку порезал. Мясо у меня свинина. Не было другого мяса. Приправа. Вот эта хорошая. Это вот то, что общедоступное. Стандартное. С солью. Лавровый лист. Вода. Так. Дровишки у меня сейчас погрелись. Вот такой у меня казан. Чистый. Сейчас мы его ставим. Масло заливаем. Вот. И будем с вами готовить плов. Здесь процесс, в принципе, легкий. Вам покажу. Вы с легкостью можете его повторить. Ну что, погнали. Так. Ну что у нас? Дровишки. Хорошенько прогорели. Давайте с вами ставим казан. Казан ставим. Прогреваем. Всю эту систему делал сам. Вою сам. Смарчатый работ. Поддувал и закрыл, чтобы не было сильного огня. Короче, ждем. Сейчас казан накалится. Бросим мясо. Начнем обжаривать. Смотрите, водичка немножко. Постояло вроде. Температуру набрал. У меня вот масло. По краям заливаешь его. Ну и вот так вот. Потроняем чуть-чуть, чтобы казан был весь маслый, ребят. В принципе, вочень, как говорится, не проблематично. Мне лично нравится готовить. Очень просто все это готовится. Ну что, смотрите. Рису у меня будет 2 килограмма. Рис я пробыл. Вот мясо, свинина. Когда казан прогретый, то мясо будет циклироваться быстро. Мясо по краю казана раскладывается. Ну и все. Ждем. Сейчас соржаривается. Покажу топор, какой я сам сделал. Нашел железку на металлоне. Покажу, что она старая. В методе 1966 года. Климум обстачил. Насадил. Вот. И вот такой у меня топорик, ребята. Саль хорошая. Ладно, смотрите. Мясо уже почти обжаривалось. Сильнее его жаривать тоже не нужно. Но. Мясо почти обжаривалось. Мясо вдало сока прилично. Показываем лук. И опять же, я не говорю, что я готовлю правильно. Просто у меня это получается. Мои любят, как я готов. У каждого с вами рецепт. Но смысл примерно один и тот. Полов у меня получается не как каша, а именно как рис к рису. Все, оправиваю немножко с луком. Лук уже немножко обдавился. Чесночок я туда положу. Теперь морковочки. Морковку режу специально, более-менее крупно, но мелко не режу. Так она сохраняется лучше. Вот, морковочки. Все перемешиваем. Сейчас посолю сразу все это. Сказайте. Я делаю так. Если у вас какие-то другие варианты, вы напишите, не спешите. И здесь соль. Ну, как бы, мало никогда не бывает. Потому что потом воды зальется. Вот. И рис, в принципе, все это съедает. Сейчас прикрою крышку, чтобы сок дало. Вот так вот прикрою. И подбываю. Чтобы меньше дало. Ну, минуты три постоит. Перемешаю. Минуты три постояло. Чтобы закрыта крышка. Что у нас получилось? По морковке уже такая. Не оскорее просмарилась. Дальше удаливать я не буду. Сейчас буду добавлять специи. А тут у меня есть осталось. Красный перец. Собидор. Собидор. Он я идет давно. Скорее не будет. Так. Бросили. Перемешаем. Кто-то в конце это все ложит. Я вот именно в этом процессе вот это все ложу. Есть у меня вот такая вот магазинная дым. Сейчас посмотрим, запах тут есть. Здесь пахнет. Воды залезли. Вот таким образом выливается лобой. Все это перемешивается. И вот эта вот жидкость уже соленая. И она должна быть вкусная. Сейчас закипит. Вот. Немножечко покипит. И будем засыпать туда рис. И рис будет водиться вот в этом бульоне, ребят. Покажу вам пока свой огород. Сейчас. Ну, красиво уже. Все распускается. Везде зелья, цветочки. Вот. Вот сосна. Выкапал вообще в посадку. Заехал в посадку. Выкапал. Смотрите, как вы. Здесь супруга у меня пиона сажает. Ну, вот такой огород. Работы очень много. На огороде работы, конечно. Завтра собираемся съездить на покатушке. Скатнуться немножко. А так, жизнь на даче тоже самое, что и в частном доме. Бесконечная. Просто бесконечная. То дрова надо, то грядки прополочек. Так что, грядки надо красиво копирать. Многие. Кипает. Скоро закипит. Вот сейчас уже можно пробовать на соль, на специи. То есть, немножко подкипело. Лавровый лист положил. Вот таким образом она. Сейчас останется, чтобы не обжечься. Вот, надо немножко соль добавить. Соленая. Немножко маловато. Все, как говорится, полевая кухня. Все доступно. Рис можно любой, ребят. Вообще любой. Если его качественно промыть. Не надо гнаться там в рис для плова. Я понимаю, это там фанаты такие плова, которые там следуют всем пунктам, всем правилам. Вот этот вот плов получается отлично. Смотрите цвет. Красиво же. Красиво. И морковку я долго не обжариваю, чтобы именно вот она вот такая была. Ее и кушать приятно. Да, ребят, не забывайте. Подписывайтесь на странички ВКонтакте. Переходите на мою страничку. Сейчас у меня там группа немножко наберется. Будем делать розыгрыши. Всякие различные. Так, ну что. Закипело. Вот рис. Смотрите. Обычный рис. Вот я его промыл. Он чистый. 2 килограмма риса здесь. И это у меня 10-литровый. Посмотрите. Если воды мало, то мы подольем. И вот таким образом все. Усыпаем. 2 килограмма. Теперь, смотрите, по всей плоскости выравниваем его. Вот так вот выравнили. Я делаю все на глаз. Ну, то есть я уже примерно знаю, как к этому казану нужно. То есть, смотрите, вот рис и примерно где-то сантиметр жидкости. Все. Теперь, что он будет пока под открытой крышкой, будет кипеть. Рис будет впитывать вот эту, ну, скажем, рассол там или сока, как хотите сказать, говорите. Рис начнет увеличиваться, начнет себя все впитывать. И будет у нас вкусненько. Ну, все. Ждем дальше, ребята. Вот так вот тут выглядит. В середине у меня лежит древесный брикет. Очень удобно с ним готовить древесный брикет. Я его положил. Сейчас дровишки прогорят. И когда нужно будет томиться, древесный брикет будет давать тепло, ребята. Кипит. Рис сейчас начинает слипаться. В это время вот такие легкие действия делайте, чтобы между ними вода просочилась. Не надо перемешивать. Пусть мясо, лук, морковка будет внизу. Вот таким образом перемешивайте потихонечку. Бреже к краю, сюда. Все, пускай дальше кипит. Жидкости пока достаточно. Пускай кипит. Смотрим, мешаем. Жидкость еще есть. Самое главное, чтобы плов не подгорало. Обычно, когда огонь сильный, снизу, то рис начинает подгорать. Нам этого не нужно делать. Помешали сверху, снизу, пока ничего не мешали, ребята. Вот, видите, начинает в объеме увеличиваться рис. Пока готовим в открытом. Потом мы минут на 20 крышку закроем. Ну и добавим чеснок. В принципе, чеснок, наверное, уже можно добавить. Давайте вот так вот покидаем. Ну, получается. Так что не стесняйтесь, готовьтесь, сойдет. Все у вас получится. Самое главное, верить и не бояться, ребята. У меня сейчас с боков. Там у нас, так сказать, никого не хватает воды. Поэтому, смотрите, с края берешь вот так, поп, сюда. Из края убираешь и перегоняешь сюда. Вот, видите, как получается. Все, пускай стоит дальше. Влаги почти нет. Сейчас накроем крышкой минут на 20. Накрываем крышку. Углей у нас открытого огня нет. То есть сейчас просто идет тепло оттуда. Будет минут 20 стоять под закрытой крышкой. Здесь постояло, ребята. Открываем. Вот, видите, жижа есть. Вот, опять, то же самое, так вот и делаем. Ребята, я говорю, я это делаю, так я так. Это готовлю мой плов. Поэтому, я делаю так. Но, говорю, что все, кто ко мне приезжает, кто пробовал, всем нравится, ребята. Всем нравится. Самое главное, чтобы он не перегорел. И 2 килограмма, это как бы не килограмм, который дома делается. Вот, смотрите, перемешали. Туда, до низу, видите, влага уходит. Все, пусть еще минут 10 попарится, постоит. Сейчас возьму, попробую сразу. Дымит, 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 конечно, все. Трубу сделаю маленькую. Вы знаете, уже рис, в принципе, нормальный. Мягкий, в меру соленый. Вкусный, ребята, вкусный. Так что, минут через 10 еще перемешаю, закрою и будет он у меня стоять. Лодка есть. Я как бы на авитообъявление выбросил. Кому интересно, может, вам надо будет. Вот у меня есть такая лодка. Делал мой отец. Полностью она алюминиевая. Вот алюминиевые борта. Тут все алюминиевое. Примерно метр на два с чем-то. Сейчас вам ее переверну. Кому надо, за 3000 отдам. Просто она мне без надобности. Смотрите. Вот такая лодка. Место для весел есть. Вот весла, не фанерные, деревянные. Весла вставляются. Если кто, рыбаки. То есть, на воду ставишь два человека. Смело на ней можно плавать. Ну, нужны руки, конечно. Кто... Немножко, видите, здесь дерево, но фанера уже разлазится. То есть, нужны ручки. Ну, кому интересно, пишите. 3 тысячи рублей. Чисто за материал, чтобы отцу отдать. Место для мотора можно. Вес примерно килограмм 50, наверное, ее. Это вот максимальный вес. Так что, такая информация. Смотрите сами. Ребята, вы еще здесь? Если здесь, то молодцы. Смотрите до конца. Итак. Последние штрихи. Открываем. Плов простоял примерно минут 20. Что у нас получается? Сейчас я его полностью перемешиваю. Полностью, ребята, перемешиваю. И вот еще постоит у меня. Вот, смотрите. Снизу беру. Снизу. И перемешиваю. Сейчас уже закрывать крышку я не буду. Вся влага полностью уже. Сейчас рис заберет. Он уже, смотрите, разваливается. Вот такой у нас получается. Обязательно нужно его перемешать. Но, опять же, говорю, это в моем случае. Все делают по-разному. Я делаю, как умею. О, какой горячий. Все. Пусть вот так стоит. Теперь будет вода, влага полностью укипать. Уже пригорать он не будет. В принципе, ребята, плов готовый. Рис мягкий. Получился не как каша. Дальше снимать не буду. Мы пойдем кушать. Так что, вот так у меня получается. Все нормально, вкусно. Сейчас супруга накроет стол. А с детьми пойдем обедать. Потом дела по дому у нас. Вам большое спасибо. Кто досмотрел до конца, ребята. Обязательно переходите в группу ВКонтакте. Там подписывайтесь. Будем с вами дружить, общаться. Все, ребята. Всем спасибо. Давайте, до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok